Добрый день. Американский медицинский регулятор FDA одобрил атипичный антипсихотический препарат длительного действия Envega Hi-Fera. Это первый и единственный на сегодняшний день инъекционный препарат для лечения шизофрении у взрослых, который необходимо вводить два раза в год, то есть раз в шесть месяцев. Надо сказать, что на самом деле дюрантные формы антипсихотиков существовали достаточно давно и существуют достаточно давно. И при лечении психозов с непрерывным течением, в том числе и шизофрении, это действительно является в значительной степени спасением, потому что это позволяет избежать частых, к сожалению, частых явлений, когда пациент прерывает лечение самопроизвольно. По каким-то, ну, либо субъективным причинам, либо по бредовым мотивам. Ну и, соответственно, получает обострение и госпитализацию. Было ранее проведено очень большое количество исследований, которые подтверждают, что использование дюрантных пролонгированных форм нейролептиков значительно снижает риск суицидов у больных шизофрении, и риск госпитализации, и риск рецидивов. То есть, в принципе, использование дюрантных форм нейролептиков для лечения хронических непрерывно протекающих психозов, это абсолютно верная тактика. Ну, если эти препараты переносятся хорошо. Ну, вот, соответственно, инвега, да, это типичный инъекционный препарат длительного действия. Делается инъекция раз в полгода. Исследование было достаточно большое, реноминизированное, двойное слепое глобальное исследование. Изначально, изначально, да, была инвега Тринза раз в три месяца, и потом перешли, соответственно, на инвегу Хайфера. Результат, ну, оказался положительным, да. По крайней мере, вот по данным этого исследования, 12-месячного, в итоге исследование показало, что инвега Хайфера имеет не меньшую эффективность в сравнении инвега Тринза по срочи рецидива по итогу 12-месячного периода. 92,5% пациентов шизофрении, получавших инвегу Хайфера, 95% инвега Тринза не имели рецидивов через 12 месяцев после курса лечения. Профиль безопасности, соответственно, весьма и весьма неплохой. Поэтому, в общем-то, можно, ну, по мнению FDA, по крайней мере, пытаться использовать вот этот вот вариант инвега Хайфера в качестве дюрантного препарата с частотой введения раз в полгода. Если это действительно, ну, пока что это все-таки первое только одобрение, там еще не такой уж гигантский опыт, хотя и все, естественно, уже оформлено в соответствии с требованиями доказательной медицины. Но, если это действительно будет работать, то, безусловно, это очень-очень-очень большой плюс и, безусловно, большой шаг вперед именно в практическом плане для поддержания состояния больных с таким диагнозом, как шизофрения, ну, и хроническое бредовое расстройство на самом деле тоже. То есть, здесь есть очень хорошие перспективы. Тут надо еще что отметить, что использование дюрантных форм антипсихотиков позволяет, если не всегда, стопроцентно прямо убрать всю симптоматику у больного, то, по крайней мере, не допускать перехода совсем уж в острую фазу психоза. И если вдруг на фоне постоянной вот этой вот действующей инъекции все-таки пробивается симптоматика, всегда можно добавить нейролептиков и стабилизировать состояние. А если это чисто таблетированный прием, то это просто человек прекращает принимать таблетки, у него развивается уже полноценный острый психоз и с ним он попадает в больницу. Поэтому вот этот вот момент, в отличие от многочисленных научных исследований, которые, безусловно, очень полезны и очень нужны, бесспорно, и они составят в будущем основу новой и психиатрии, и психофармакотерапии. Но вот это вот совершенно конкретная вещь, которую надо рассматривать и которую, по-хорошему, надо бы осваивать и нам. Вопрос в том, когда и как будет или не будет, я не знаю даже, вот, по-моему, сейчас у нас нету этот препарат в России, это уже, к сожалению, другой вопрос. Если информация оказалась вам полезной, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.nt, на нашем канале, на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.